Всем привет! Сегодня у нас на обзоре и на отзыве владельца автомобиль Renault Velsatis. Можно сказать, это такая себе редкость. Итак, что мы имеем? У нас Renault Velsatis, 2002 год выпуска, один из первых. И у нас двигатель 2.0 Turbo Benzin. Немного у нас измененный салон, неродной руль, неродная панель приборов. Но это уже постарался хозяин. Так ему больше понравилось. Давайте посмотрим, как он выглядит. Внешность, конечно, это спорный вопрос. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. На этом мы не будем останавливаться. Сегодня мы посмотрим самые главные. Это что это за автомобиль, как он себя показал за 2 года владения и вообще, стоит ли покупать что-то похожее. Стоит ли вообще покупать такой автомобиль. Потому что это Renault. Renault все боятся. А это у нас еще самый настоящий бизнес-класс. Что ни на есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, что я хочу сказать по кузову этого автомобиля. Это действительно уникальный автомобиль. Потому что двери, все двери, капот, он алюминиевый. Все алюминиевое. Переднее крыло и задняя крышка багажника, они пластиковые. Бампера пластик. Остается, что у нас именно металлический кузов. Это сама, можно сказать, несущая часть кузова. Все остальное металлическое. Машина 2002 года. Еще раз скажу, какие проблемы. Немного, хоть кузов, так сказать, и оцинкован, и все. Но время дает о себе знать. Предыдущий владелец старался. Здесь что-то заделывал арочки. Хоть здесь пластик. Я не знаю, зачем он здесь это делал. Но он также заделывал и сзади. Он что-то здесь заделывал, закрашивал. Да, можно посмотреть. Маленькая ржавчина начинает выступать. 20 лет автомобиля. Маленькая ржавчина здесь. Все остальное, в принципе, родное. Вот порог. Здесь все закрыто пластиком. Но под пластиком там ничего нет. Пороги, двери. Двери тоже вот здесь. Все закрыто. Давайте посмотрим здесь. Все живое. Не буду снимать. Переднюю дверь, для примера, тоже откроем. Ржавчины нигде ничего нет. Здесь. И вот здесь тоже. Здесь, видите, все родное. Ржавчины нет. Хоть здесь и все закрыто резиночками и так далее. Но ничего здесь нет. Так. Ну, в принципе, все. Крышка багажника, она тоже такая пластиковая. Она не металлическая. Вот это у нас металл. Вот это металл. Вот это такой стеклопластик. Необычное заднее стекло. Если оно лопнет, с этим будет, конечно, проблема его поменять. Потому что оно довольно необычное. Что-то, похоже, мы могли увидеть на Ситроенах Си-5 в другую сторону. Си-5, Си-6. Вот так. В принципе, все. Итак, поговорим про мотор. У нас здесь 2.0 Turbo. Как вы видите, бизнес-класс. Все закрыто. Все как в современных автомобилях. А на секундочку, давайте задумаемся. У нас это 2002 год. Здесь у нас находится аккумулятор закрыт. Там у нас все ремни закрыты. Ну и сам мотор, конечно, он тоже закрыт. Давайте откроем все. Посмотрим поближе. И поговорим об этом. Итак. Вот так у нас выглядит мотор без всех пластиковых элементов. Давайте не забывать, что это у нас 2002 год. Мотор не менялся. Мотор родной. Пробег на сегодняшний момент составляет что-то 186 тысяч примерно. Что касается самого мотора. Это мотор F4RT с турбиной. Здесь у нас там сзади находится маленькая турбинка. Мощность всего 120 киловатт. Хватает ли этого мотора для этого автомобиля? Да. Хватает с головой. Тянет он отлично. Тянет он на всех оборотах. По максималке 160 он едет. Дальше не пробовал. Но после 150 он уже тяжело набирает скорость. Что касается по расходу. По трассе если ехать 90 на круизе. Это будет примерно 8 литров. Можно уложиться. Если мы говорим смешанный цикл. Это примерно уже 10. 10 возможно 11. И если мы говорим сугубо городской цикл. Не выезжая из города. Вообще не выезжая из города. Это пробки. Средняя скорость 15 километров в час. Тогда у нас расход 15 литров. Это и зимой и летом. С кондиционером. С прогревом. То есть максимум 15. Если смешанный цикл. Давить в пол. Как сказать. Использовать весь потенциал этого автомобиля. Тогда у вас будет где-то примерно 12-13 литров. Масло здесь что-то 5,2 литра. Не так уж и много. Особых проблем нет с автомобилем. Но особых проблем с автомобилем нет. Вот если его сделали вы. Либо предыдущий владелец. Одна из проблем на дорестайлинговых версиях. Это дроссель. Здесь дроссель электронный. И если дроссель не поменен. Он в дорестайлинговой версии. Он пластиковый. Сейчас он уже здесь металлический. Вот если дроссель не поменен. То с этим есть проблема. Когда дроссель меняется. Большинство проблем уходит. Вторая самая большая проблема. Это уже проблема, как сказать, возраста автомобиля. Потому что 20 лет. Практически автомобилю 20 лет. Начинает сыпаться проводка. Проводку нужно смотреть. Но в любом автомобиле, которому 20 лет, нужно что-то смотреть. Посмотреть одну проводку это уже не так уж. И много работы. Ну что касается мотора. Все. Давайте перейдем в салон. Итак, я конечно извиняюсь. Но это один из тех автомобилей, где обзор салона хочется начать именно с заднего кресла. Я бы сказал, это даже самый настоящий диван. Это столько места, я не видел нигде в автомобилях. Есть для сравнения Шкода Суперпу, можно посмотреть. Там Ауди А8, BMW 7 серии. Да, там будет примерно столько же места. Но все эти автомобили, они стоят значительно дороже. Поэтому давайте-ка я вам покажу, сколько здесь места. Итак, смотрите, я сижу удобно. То есть полностью сел. Попу, как говорится, в самый зад. И смотрим, сколько у меня места под ногами. То есть я ноги здесь могу выдвинуть. Как я хочу вообще, как мне угодно. Можно развалиться. Сесть вот так. Так, конечно, мало кто ездит, потому что неудобно. Изгиб спины очень неудобно. Но я все равно не достаю колени. Я не достаю. Вот мне еще нужно место. То есть если вы покупаете автомобиль для того, чтобы возить семью, жену, ребенка, еще кого-то. И эти люди в основном будут ездить на заднем ряде сидений. Это именно тот автомобиль, который вам нужен. По соотношению цена, качество, надежность и так далее. Давайте еще вкратце посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас мишка отдыхает. Это хорошо. Здесь у нас подлокотничек. Подлокотничек такой хороший, массивный. Здесь в нем еще есть место для разных вещей. В Рено, кстати, что-что. А вот в Рено места для разных вещей полно. Здесь у нас подстыканнички. Потом идем дальше. Здесь у нас еще место для вещей. Слева, справа есть. Потом здесь у нас есть места. Здесь. И здесь такой своеобразный, можно сказать, трехзонный климат-контроль. Здесь сзади можно регулировать обдув. Скорость обдува. И положение. Здесь есть три различных положения. Место, еще раз повторюсь. Вот я сижу. Место просто вы можете видеть. Место я сижу за собой. Спереди я сижу удобно. Конечно, здесь комплектация без шторок. Еще была комплектация со шторками. Здесь их, конечно же, очень не хватает. Ну, конечно же, здесь три полноценных места. Можно... Ой, Мишка, извиняй. Здесь три полноценных места. Можно спокойно сесть втроем. Самое еще главное, ребята, это... Это не задний диван. Как там, не знаю, пассат взять. Ауди А4 взять. Что-то такое. Я там не знаю. Хундес или А4 взять, да? Там задний диван, да? Здесь... Давайте я вам еще раз скажу. Здесь... Это диван, который у вас дома. Вот у вас дома есть комфортный диван, на котором вы очень любите отдыхать. Вот это он. Вот это тот диван. Он мягкий. Он комфортный. Высоко сидеть. То есть, если брать какой-то другой автомобиль, легковой, вы будете сидеть намного ниже. Здесь вы сидите очень удобно. Просто таких диванов я еще не видел. Может, там в комментариях писать, но... Это просто бомба. Бомба-пушка. Ладно. Это то, что хотел рассказать касательно заднего ряда сидений. Здесь у нас все просто есть. Еще, конечно же, еще здесь лампочки есть. Но это не столь важно. Кто любит курить, есть еще пепельница. И вот так выглядит здесь стеклоподъемник, колоночка, ниша для чего-то, еще одна, подлокотничек. Здесь у нас, конечно же, есть еще третий подголовник. Я не помню, как он вынимается, но он есть здесь. И здесь у нас сзади еще есть шторка заводская, если кто хочет. Здесь, конечно, странно. Сзади есть шторка, на окнах нет шторки. Ну, ладно. Все хорошо. Давайте перейдем сейчас сюда, на переднее место. Я вам все расскажу. А давайте, пожалуйста, с этого места я вам расскажу, что у нас. У нас здесь в стоке был немного другой салон. Здесь были вставки под алюминий. Честно скажу, они мне не понравились. И я решил их заменить на дерево. Руль тоже был простой без дерева, я его тоже решил заменить. Фоточки, как это было, вам прикрепляю. Можете посмотреть, убедиться. И приборная панель. Приборная панель это от рестайлинга. До рестайлинга версии она другая, такая скучная, как бы сказать. Что у нас здесь есть? Кнопка старт-стоп здесь, ключ. Ну, ключ все равно нужно вставлять. Здесь по-другому не будет. Двухзонный климат-контроль спереди. Подстаканники спрятаны у нас в этом отделении. Автоматически включается свет. Автоматические дворники. ЕСП, автоматический ручник. Все четыре стеклоподъемника электрические, автоматические. Подушек безопасности здесь полная куча, кстати. Кстати, про подушки безопасности. Их здесь полно-полно. Они здесь спереди, в стойках. В задних стойках. Ну, как это здесь, уже забыл, как называется. Шторка большая здесь. То есть, по безопасности этот автомобиль очень хороший. Ну, все же, давайте перейдем наперед. Там еще поговорим. И вот так, я бы сказал, выглядит второе и самое главное место в автомобиле. Место водителя. Довольно так интересно, красиво. Давайте сейчас... Что касается ключа. С ключом вроде бы есть кнопка старт-стоп, но это как и на всех Рено. Вам нужен ключ. Ключ вы вставляете до упора. И тогда можете заводить... Спасибо. И тогда можете заводить свой автомобиль. Пареборка от рестайлинга. Здесь еще есть версии с навигациями были. Ну, как вы понимаете, автомобили выпускались с 2002 по 2008 год. Навигация без толку. Полностью сейчас. Здесь у нас просто ручник автоматический, кстати. И регулировка яркости подсветки. Здесь стеклоподъемники. Управление зеркалами. Они складываются с подогревом. Нестандартные решения здесь еще. Одна такая ниша. Она открывается, но все равно... Она открывается только для того, чтобы туда что-то положить. Потому что, когда вы закрываете дверь, ну, как-то так ехать не очень-то удобно. И лучше его закрывать. Чисто мое мнение, конечно. Все, подсветка. Да, еще хотел сказать. Здесь и сиденья передние имеют множество регулировок. Положения различные. Это у нас вперед-назад. Вверх-вниз. Вот. Вверх-вниз. Как вы можете видеть. Причем вверх-вниз поднимается именно вот эта часть. Потом наклоняется сама спинка. И наклоняется еще самая верхняя часть. Отдельно регулируется. Вот так. То есть регулировок у нас очень много. Нет у нас здесь только память. Есть еще подогрев сидений только передних. У пассажирского сиденья точно такая же ситуация. Только вот эта верхняя часть, она не опускается вверх-вниз. Единственный нюанс. Все остальное точно так же. По материалам обивки, кстати, хотел сказать. Салон у нас тканевый. Обычные мы вот эти вставочки. Вот эти вставочки на подголовниках, на картах-дверях. Вот это все. Это алькантары. И вот это алькантаре 20 лет. Даже можете посмотреть вот это на подлокотнике. Это алькантаре. То есть этой алькантаре уже практически 20 лет. И да, она растянулась. Но каких-то особых проблем с ней нет. Особая проблема в салоне есть вот где. Вот пластик. Он заводской. Он не крашен. Можете видеть, как он себя повел. И это все надо сдирать, перекрашивать. И тогда оно будет хорошо. Вот сверху никто ничего не трогал. Он еще нормально выглядит. А вот где ключ вставлять, всякие кнопочки, то здесь проблема. Здесь у нас спрятана навигация. Без толку, как говорю, она вообще не нужна. Здесь у нас есть прикуриватель еще один. И ниша. Так, здесь у нас круиз-контроль и ограничение скорости. Закрытие-открытие дверей. И аварийная кнопочка. В подлокотнике еще одна ниша. Там бардак полный не буду показывать. Она очень глубокая. И там еще один прикуриватель находится. Здесь у нас бардачок тоже большой. Там куча всего. И еще здесь DVD-навигация находится. Часы. Как в самых крутых премиальных автомобилях зеркало. Зеркало с автозатемнением. И здесь у нас стоит датчик освещенности еще один. И датчик дождя. И здесь еще один датчик освещенности. Свет включается автоматически. Ну и в принципе здесь ничего особенного. Все включается. Свет. Вот так в принципе выглядит коробка шестиступенчатая механика. А у нас еще есть подрулевое управление. Магнитола громкость. Переключатели. И управление круиз-контролем на руле. Так. Ну в принципе все. Вот так выглядит салон у нас сзади. Вот такие кресла. Да. И еще раз конечно повторюсь. У нас здесь это не просто кресла. Это самые настоящие. Те диваны. Я не знаю. Они очень комфортные. Они очень широкие. Вы можете посмотреть. Вот поддержка какая. Они очень широкие. Я бы сравнил вот эти сидения. Если честно вам сказать. Я бы сравнил вот эти сидения с американскими автомобилями. В американских автомобилях очень широкие кресла. Американцы привыкли к всему огромному. Там очень широкие кресла. Вот допустим красишь 300C. Кто знает. Там широкие кресла. Огромный автомобиль. Польс Вакен Файтон. На секундочку. Тоже огромный салон. Просто бомбезный салон. Там такие же кресла. Но. У нас Рено. Давайте перейдем к багажнику. Открывается он вот таким методом. У нас здесь кнопочка. Все автоматически. Вот это можно опустить. Как я говорил. Здесь есть шторочка. Задняя. Вот так она выглядит. Когда там опускается. Вот так. Шторочка. Сам багажник. Честно сказать. Мнение двуякое. Самолеты разлетались. Самолет пролетел. Продолжаем. Итак. Про сам багажник. Мнение двуякое. Потому что. У нас коляска. Ребенок. И если сюда положить коляску. То места в багажнике практически нет. В этом и что и проблема. Но с другой стороны. Он не такой уж и маленький. Заднее кресло раскладывается. Получается практически ровный пол. С небольшим подъемом. Здесь у нас сзади запрятана. Секундочку. Здесь у нас сзади запрятана полноценная запаска. Большая. Огромная. Поэтому кто хочет поставить газ. Пожалуйста. Можно поставить большой баллон. Кстати. Вот эту нишу можно вот так прикреплять. Кто не знает. Это по заводу придумано. Так. Что же еще про багажник-то. Все. В принципе. Про багажник больше нечего сказать. Ну. Что там. Подсветочки всякие. Никаких здесь дополнительных ниш. Ничего нет. Там лампочки меняются. Без проблем. Ничего. Фары снимать не надо. То есть вот так все. Вот это у нас багажничек. Вот такой. А. И самое интересное. Когда мы его закрываем. Слушаем. Да. Багажник у нас с автодотяжкой. Итак. Друзья. Хоть я немало езжу на заднем кресле этого сидения. Фактически не езжу. Потому что я водитель все-таки. Но. Итоги подвести хочу именно здесь. Очень комфортное место. Итак. Давайте посмотрим. Что у нас есть. Renault Losatis выпускались с 2002 года по 2008. Двигателя были совершенно разные. Это были бензиновые 2.0 Turbo. И 3.5 V6. Которые ставился. Если я не ошибаюсь. На Nissan. Nissan Murano. И вроде бы Infiniti Fx45. Но это не точно. И у нас огромная гамма дизельных моторов. Это дизель 2.0. Который уже шел в рестайлинге. Дизель 2.2. Дизель 3.0. Снова V6 мотор. Что касается моторов. Мое мнение. Самые удачные моторы. Это 2.0 Turbo. Бензин. И 2.0 дизель в рестайлинге. Почему я так думаю. Почему у меня сложилось такое мнение. Потому что прочитав много отзывов. Много информации. Я решил что это именно такие моторы. Потому что моторы V6. Они очень часто перегреваются. Моторы 2.2 дизель. Их очень часто нужно капиталить. А самая основная проблема в том. Что дизельные моторы. Они все идут с Европы. В Европе замена масла. Это 15-20 тысяч на дизель. Просто европейцы эти моторы убивали. Они убивали потому что. Ребята честно. Менять масло даже на дизель. Надо раз в 10 тысяч. Тогда он проживет. И 200 и 300 и 400 тысяч. Моторы хорошие. Но замена масла все убило. По расходу. По расходу конечно есть большой вопрос. Бензин. Да. Подумают. Да. Дорого. Дорого. Но. Ребята. Автомобиль высокий. Клиренс. Большой. Огромные 17 диски. Можно и 18 ставить. Завода тоже шли. Посадка высокая. Как в внедорожниках. В паркетниках. То есть тот же вот стоит Nissan Juke. Посадка примерно такая же. Но по комфорту. Здесь будет намного комфортнее. Коробки. Коробки шли здесь. Либо шестиступенчатая механика. Либо автомат. Автомат вроде бы был только один. Айсиновский. Вроде бы. Я больше рассказываю про свой автомобиль. Поэтому если вы хотите узнать детально о других автомобилях. Посмотрите пожалуйста другие обзоры. По ремонту. Автомобиль у меня 2 года. Мне очень повезло. И я купил этот автомобиль. У которого он был 10 лет. Человек этот автомобиль купил в Литве. Но на авторынке он был пригнан с Германии. То есть у автомобиля грубо говоря всего 3 владельца. Что в наше время это огромная редкость. Как я выбирал этот автомобиль. Честно это была случайность. Я смотрел все. Бюджет у меня был большой. Я смотрел. Вольсваген Пассат. Б 6. Шкода Октавии. А5. Шевроле Эпика. Господи даже не знаю. Что там еще. Опель Вектора. Опель Сигнум. Пежо различные. То есть Пятикрузер у меня был до этого. Я смотрел. Может еще взять в рестайлинге Пятикрузер. То есть Форт Мондео рассматривал. То есть можно посмотреть. Я рассматривал все. Волсатиса в моем списке не было. Честно говоря. Мы приехали в один город отдыхать. И в то время я искал автомобиль. Давай листать, листать. Я увидел в этом городе было 2 Волсатиса. По цене они были очень интересны. Позвонил по одному. Там был кожаный салон. Полный фаш. Человек сказал автомобиль продан. И звонил второму человеку. Именно за вот этот автомобиль. Я расспрашиваю. Он говорит. Да. 10 лет машина у меня. Даже вроде 11. Я такой. Интересно. Нужно поехать посмотреть. Честно скажу. Я влюбился в этот автомобиль сразу после первой поездки. Большой. Огромный. Комфортный. Тянет. Все что надо в нем есть. И цена на то время для меня была очень чем приемлемой. А еще учесть то, что она у человека была 10 лет. Это сошлись все карты. Я взял этот автомобиль. По ремонту. За 2 года что именно я делал? Заменили. Так это делал отец. Заменили помпу. Замена масла. Замена тормозных колодок только. Замена датчика давления. Нет. Замена датчика температуры охлаждающей жидкости. Ремонт климат-контроля. Но климат-контроль это проблема больше с механизмом, с заслонками. Делается это все очень просто. И ремонт подсветки климат-контроля. Так. Что же еще? Резину поменял. Это по мелочи. И пожалуй все. Сейчас вот 2 года. За 2 года я от Нины не отъездил. Примерно 11 тысяч километров. То есть карантин. Все вот это попало. И получилось так, что мы мало на Нины ездили. Все, ребят. Это то, что делалось по машине за 2 года. Сколько это все стоило? Практически ничего. Бензин? Да. Бензин стоил. Но комфорт. Есть комфорт. Про поездки. 300 или 700 километров на этом автомобиле за один раз. Без проблем. И самое главное. После поездки не ощущается усталость. Я ездил на Тойоте Приус. Двадцатки на Тойоте Приус. Тридцатки. Честно, после 100 километров. 100, 150, 150, 200 километров. У меня отвалилась спина. Да, там автомат. Да, там все. У меня отвалилась спина. Ну, Opel Signum был. Ездил на такие расстояния. Вообще без проблем. Еще давние, я помню, Deo Lanos, Deo Sense. Там, конечно, свои проблемы. Но этот автомобиль, честно скажу, он не сравнится. За свою цену не сравнится. Я уже это, наверное, сказал там тысячу раз. Кто хочет, может посчитать. Но что есть, того не миновать. Боятся ли брать этот автомобиль себе в 2021-2022 году и так далее? Я бы не боялся при одном условии. Если бы это было в две комплектации. Это был автомобиль в рестайлинге. Это примерно после 2005 года. Рестайлинг. Мотор либо 2.0 турбо-бензин, либо 2.0 дизель. И, ну, чисто для себя, я бы хотел с автоматом. С автоматом светлый салон. Есть они в светлом салоне. Они просто божественные в светлом салоне. Вот такой автомобиль я бы себе взял. Но мотор 2.0 дизель на автомате попробуй найти. Это редкость. Если этот автомобиль у кого-то есть, он его любит, он на нем ездит, он его не продает. После того, как я купил автомобиль, я постоянно просматриваю объявления. И за два года в Литве я увидел только один раз автомобиль с мотором 2.0 дизель. Он на механике, и у него попроще комплектация. У него не электронные кресла, обычная механика, все. Он на механике. Но цена на него там сейчас вроде бы 2000 евро. А вот так. Так, что же еще? Так, уже много всего рассказал. В общем, большая проблема того, что все говорят, что Рено это плохой автомобиль. Рено не берите, Рено не покупайте. Впрочем, такая же ситуация, знаете, такая же ситуация и с BMW, и с Mercedes, и с американцами, и так далее. И когда ты начинаешь спрашивать у человека, ты ездил на той машине, про которую ты говоришь? Ребята, в 90% случаев вам скажут нет. Нет, нет, я не ездил. Ну, блин, это же BMW, ты че, ребят, это же немец старый, он ломается, и все. Не верьте. Смотрите обзоры, посещайте профильные форумы, и только тогда составляйте свое мнение. Ладно, мое такое вот финальное мнение, автомобиль очень крутой, очень комфортный, очень мягкий. Честно, его жалко продавать, но, как всегда, нужно двигаться вперед. Найти замену ему, да, очень тяжело. Особенно, когда у тебя там бюджеты ограничены и так далее, очень тяжело. Но, нужно двигаться вперед, и что-то будет дальше. Если у вас есть какие-то вопросы по автомобилю, что-то хотите спросить, если я знаю, я вам отвечу. Но я знаю только по 2.0 turbo бензин, механика, и, честно скажу, у меня проблем с автомобилем было мало, поэтому я мало чем помогу. Но, пишите, возможно, другие люди ответят. Если у вас такой же автомобиль, оставьте свой комментарий о нем. Почему вы его покупали, почему вы его продали, или почему вы на нем до сих пор ездите. Спасибо всем за просмотр. Получилось долго, но, надеюсь, я рассказал все, что интересовало вас про этот автомобиль. Всем еще раз спасибо. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok